К службе готовы. Это доказали саратские журналистки. В преддверии Дня защитника Отечества самые смелые поучаствовали в конкурсе, посвященном армейским будням. Сейчас в России рассматривается возможность призыва на срочную службу представительниц слабого пола. Для военных носить форму и вязать портянки превратилось в привычку. А для журналисток, собравшихся в пресс-центре комсомольской правды, такие задания в новинку. Сможет ли девушка без подготовки справиться с обыденными для солдата делами, мы решили проверить на себе. Я за то, чтобы девчонки были в армии. Чтобы они не только помогли мужчинам в трудных условиях, но и украстили бы, может быть, армию в своем присутствии. Поддержали моральный дух, который так силен в нашей армии. Справиться со вторым заданием оказывается сложнее. Но какая армейская служба без привычных портянок? Тут без точной инструкции не обойтись. Инструкция по наматыванию солдатской портянки. Загибаем лбу. Пойдем под большой пальчик. Оборачиваем портянку. Вокруг стопы. Хребко прижимаем. Оборачиваем вокруг ноги. Киксируем. Так выглядит повседневная одежда солдата. Не хватает только противогаза. Одеть его мы сможем лишь по команде газы. В этом конкурсе важно сделать это не только правильно, но и быстро. Тугие пуговицы на новой форме поддавались с трудом. Да и размеры камуфляжа были совсем не женские. Несмотря на это, участницы справились со всеми сложностями. Но вот на уговоры военных сменить камеру и ручку на автомат и кирзовые сапоги девушки так и не согласились. Екатерина Молчанская, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив.